Всем привет! И сегодня мы рассмотрим китайский планшет Huion 1060 Pro Plus, протестируем его работу в различных программах и попробуем сделать для себя выводы, к какому пользователю подойдет данный планшет. Поехали! Компания Huion – это китайская компания, специализирующаяся на производстве графических планшетов. На ее сайте представлены различные модели планшетов, от простых до более продвинутых. Рабочая область нашего планшета составляет 10х6,25 дюйма, что больше, чем рабочая область у планшетов Huion размера M. С левой стороны планшета имеется слот с картой памяти microSD на 4 ГБ, которая входит в комплект. Также с левой стороны имеется 12 физических клавиш и 16 софт-клавиш, расположенных в верхней части рабочей области планшета. Чувствительность теленажатия составляет 2048 уровней, разрешение 5080 линей на дюйм, скорость отклика 233 точки в секунду, максимальная высота работы пера составляет 0,4 дюйма. Перо имеет встроенный аккумулятор и заряжается при помощи специального кабеля от USB. Заряда при умеренном использовании планшета хватает более чем на месяц. Программное обеспечение Этот драйвер идет не только на эту версию планшета, но также идет на версии H610, H610 Pro и H1060 Pro соответственно. И что же в итоге получается? А в итоге мы получаем, что по сути это программное обеспечение старое для старой версии планшета, для H610, в которой 8 физических клавиш, в то время как в нашей модели 12 физических клавиш. Вот, но если мы посмотрим в расширенных настройках, здесь можно настроить всего 8. Вот, и получается, что софт непонятно почему оставлен в таком виде, вот, но по факту мы имеем то, что имеем. Вот, давайте теперь рассмотрим по порядку. Значит, здесь мы можем настроить действия для кнопки 2 и кнопки 1. Вот, соответственно, следующие варианты какие-то, да. Здесь, значит, ползунком мы меряем чувствительность пера. Вот, соответственно, здесь у нас тест производится чувствительности пера. Вот, значит, при стандартных настройках у нас, ну вот, что-то таким, да, моментом происходит. Если же мы поставим сильнее, да, чувствительность пера, то переход от слабого нажатия к сильному происходит намного резче. И, как по мне, так это неудобно, поэтому давайте оставим это на старом значении. Вот, это закроем. Так, поддержка таблет PC. Ну, вот тут написано, что для совместимости сделано. Ну, по сути, я его не использовал никогда, этот режим. И, наверное, вам тоже не придется. Здесь настройка экрана, наверное, если подключено 2 монитора, то, наверное, можно выбрать, на какой из мониторов расширять область планшета или выводить работоспособность планшета, скажем так, да. Вот, здесь идет тест чувствительности, который мы уже открывали. И вот переходим к расширенным настройкам. Вот, перешли к расширенным настройкам. И, опять же, вот наших 8 клавиш, а у нас имеется 12. Вот, здесь можно запутаться, что, какая клавиша отвечает за что. Поэтому я составил такую вот картинку, да. такую вот табличку, можно сказать, по которой можно настроить клавиши. Вот, получается у нас, что вот как раз здесь изображение 610-го, а здесь нашего планшета. Мы видим, что в старой версии было 8 клавиш, да, а у нас 12. И вот как раз софт был заточен вот под эту версию планшета. Поэтому, если она еще продается, по-моему, она еще продается, вы можете, в принципе, купить эту версию планшета и ничего не потеряете. Она дешевле, там, на 10 долларов, по-моему. Вот. Здесь же теперь нам предстоит назначить наши клавиши, но они будут идти не по порядку, а в некоторых случаях и повторяться, да. Вот, соответственно, К1, да, вот она К1 у нас. Это у нас сразу две клавиши, К2, две клавиши, К3, две клавиши, К4, две клавиши, К5, одна клавиша. Потом сразу идет К7. Непонятно, да? К6 идет, а потом К8, вот. Ну, придерживаясь этой таблицы, наверное, можно быстро настроить сочетание клавиш. Вот. Ну, по сути, значит, что еще у нас, значит, у нас есть, значит, 16 софт-клавиш, да. Это, так называемые, такие софт-клавиши, которые располагаются на рабочей области планшета. Они не физические, да, это просто, как бы, такие иконочки, по которым можно кликнуть и назначить какое-то действие. Но я их никогда не использовал. Мне кажется, это неудобно. В Ваком-планшетах вообще такой функции нет, поэтому я их отключаю. Соответственно, этой клавиши можно включить. Так, отключить клавиши. Ну, соответственно, вот тут тоже непонятная функция такая, да. Я бы ее, наверное, назвал, а, ну вот, да, то есть, получается, она частично дублирует, да, вот эту клавишу, но также еще расширяет сразу же рабочую область, да. То есть, это просто отключает, не расширяя, а это отключает с расширением, да. Ну, вот так и сделаем. Вот. Вот эта функция интересная, да, соотношение сторон рабочей области, такое же, как у монитора. Да, вот оно приводит к соотношению сторон планшета к такому же состоянию, как и у монитора, но почему-то называется это курсор. Соответственно, вот ошибочка опять, да, в русском переводе. Здесь, наверное, стоило соотношение сторон написать, ну, или что-то в этом роде. Жмем ее, ага. Так, все, подровняли. Отключение клавиш. Так, это отвечает за отключение физических клавиш. Вот, как бы, для себя я сделал такой вывод, что, по мне, так неудобно. И даже пользоваться ими, потому что зачастую их не хватает. И, как бы, для меня удобнее использовать клавиатуру. Вот, то есть, левой рукой я клавиатуру использую, а правой рисую. Вот, режим левши, это, значит, инвертирует планшет наш. Клавиши оказываются с правой стороны, да, ну и рисуем, соответственно, левой. Вот, курсор управления. Значит, вот интересно, да, если мы сейчас его отключим, вот, нажмем окей, вот, видите, то есть я, вот, двигаю ручкой, да, а курсор стоит на месте, пока я не возьмусь мышкой и не сдвину его. Да, функция непонятна, как бы, и поэтому лучше ее включить, да, вот мышка сейчас, я включу, окей, применить. Ну все, вот теперь задвигался курсор. Вот, опять же, такая непонятная функция. Вот, так, ну все, на этом все. Вот такое вот программное обеспечение представляет нам китайская компания. Так, начнем тестирование нашего планшета в различных программах, и начнем его с фотошопа. Как видим, плавность достаточно ровная, и все работает у нас отлично. Вот. Каких-то нареканий тоже нет. Может быть, вакуум и лучше работает, но, если вы не робот, не машина, очень сложно отличить степени нажатия, где-то, где больше, где меньше. Вот, как видно, плавно все работает. Так, теперь в иллюстраторе посмотрим. Здесь инструменты все работают тоже. Как видно. Теперь давайте попробуем поскульптить программе ZBrush. Ну, все так же работает идеально. Вот, что касается программ скульптинга, здесь, наверное, практически любой планшет подойдет, потому что здесь все делается такими достаточно широкими мазками, и особая точность, наверное, не нужна. То есть, все прекрасно работает. Так же давайте в блендере попробуем режим скульптинга. Перейдем в режим скульптинг. Да, и здесь вот у нас, пожалуйста. Тоже, как бы... Так, вот у нас поворот. Видим, что все работает прекрасно. Так, теперь давайте 3D-пакеты посмотрим управление в интерфейсе программы. Cinema 4D. Так. Ну вот, все работает нормально. Так же 3D Studio Max. Как видим, все работает. Контекстное меню. Все работает. Ну что ж, планшет достаточно хорошо работает во всех программах и не имеет практически никаких ограничений. Может быть, есть такие программы, в которых он не будет функционировать, но на своем опыте я таких не встретил. Ну что ж, наряду со всеми недостатками данного планшета у него есть большое преимущество. Его цена. Всего 86 долларов. Кому же можно порекомендовать данный планшет? Прежде всего, я бы хотел порекомендовать его любителям, которые только хотят попробовать работать с планшетом. Также я бы хотел порекомендовать его профессионалам, которые работают за планшетом мало времени. Покупать дорогой планшет и работать за ним всего пару часов в день, наверное, это не очень разумный выбор. Если же вы работаете за планшетом целый день и у вас достаточно средств, то можно смело порекомендовать вам планшеты Wacom, так как они более качественные и функциональные. Ну что ж, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока!